Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях доктор исторических наук, научный сотрудник Российского университета, Прайсман Леонид Григорьевич. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Добрый вечер, Михаил. Уважаемые зрители, я для вас напоминаю, что вы можете подписаться на этот YouTube-канал. Это на самом деле очень-очень важно. Оставляйте комментарии, поддерживайте канал. Это очень важно. И я абсолютно не стесняюсь об этом говорить, потому что то, что фактически я делаю в YouTube, это, по сути, моя такая деятельность пробона. И она в том числе требует дополнительных средств. Это продакшн, видео. Вы видите, что я стараюсь работать над картинкой, над дизайном. Это всё средства. Поэтому очень важна ваша помощь. К сожалению, за последние три месяца никто абсолютно не помогал этому каналу. Прискорбно, печально. Но это можно исправить. Поэтому, уважаемые друзья, очень важно, потому что вы в данном случае помогаете существованию некой площадки, которой часть из вас всё равно стабильно приходит. Это очень важно. Поэтому это не тот случай, когда можно просто наплевать и не помочь развитию информационного продукта. Потому что этот информационный продукт, он независим, он не зависит ни от кого, только от убеждений автора. Поэтому, пожалуйста, помогайте. Это очень важно. Есть ссылки в описании, как это сделать. Главное было бы желание. Игорь Григорьевич, мы, собственно, с вами начинаем. Трагедия. ГЭС в Украине. Каховская ГЭС, которая разрушена, разрушена плотина. Половина Херсонской области просто погрузилась под воду. И, конечно, это огромная трагедия. Огромная трагедия для многих украинских семей. Огромная трагедия в целом для Украины. Потому что Россия действительно занимается экоцидом и геноцидом Украины. Ответственность лежит на России. Либо это Россия сознательно сделала, просто чтобы спровоцировать хаос в Херсонской области. Либо это было сделано по совокупности причин, потому что Россия — агрессор в этой войне. Как в Израиле отреагировали на происходящее? Как вы лично отреагировали на то, что произошло, даже не эмоционально, а с исторической перспективой? Давайте так. Израиль сразу заявил о том, что окажем Украине гуманитарную помощь. Было сделано заявление о том, что это произошло. Но что мне лично очень не понравилось, в израильском заявлении не был отмечен главный и единственный виновник всего этого. Это российское государство. И такой приказ могло отдать только один человек. Верховный главнокомандующий российской армии, президент Путин. Нужно сказать о том, что вы сейчас отметили, что это могло быть в силу совокупности причин. Но я думаю, что причина была одна. Известно, что это гидроэлектростанство, плотины были захвачены сразу после начала войны. Фактически 24-25 февраля. И сразу же они были заминированы. Они сразу готовили взрыву в наиболее удобный момент. В чём причина этого взрыва? С моей точки зрения, главная причина одна. Но, без сомнения, это чудовищный страх перед украинским наступлением. Украина явно измотала нервы. Они знают, что удар вот-вот начнётся. И, судя по этому сообщению, он уже начался. И таким путём они хотят предупредить удар. Давид Шарм, известный израильский военный эксперт, считает, что Россия просто ошиблась в том, что этот участок будет главным участком удара, направлением удара. Но, с моей точки зрения, есть другая, более важная причина. Путин хочет сказать Украине и Западу, смотрите, я готов на всё. Я не отступлю. Он прекрасно знает, что его армия мало на что способна. Он прекрасно понимает, что его армия не справится с украинским наступлением, не выдержит украинский удар. Поэтому нужно показать всему миру, на какие жуткие преступления он может пойти. Ведь одним из последствий этого может быть совершенно непредсказуемая катастрофа или предсказуемая катастрофа на Запорожской атомной станции. Как сказал глава МАГАТЭ, уровень воды там осталось примерно на месяц. И неизвестно, что там будет дальше. Кроме того, эксперты считают, что по приказу из Москвы могут вывести из строя насосы, которые нужны для продержания воды на нужном уровне. Вот это были причины удара. Это были причины этого взрыва. Леонид Григорьевич, если говорить даже не о военных действиях, а в целом о метаисторической рамке, как любит говорить Алексей Ристоевич, вот насколько это изменило характер вот этой войны? Ну, я думаю, что характер этой войны это совершенно не изменило. Как мы знаем, украинские удары сейчас участились. Многие на Западе считают, что это начало, возможно, украинского наступления, хотя главный удар не был нанесен. Надежда на то, что Украина бросит туда много солдат. Конечно, солдаты там помогают и активно помогают. Дело дошло до того, что они пытаются помочь и помогают людям, которые находятся на оккупированных территориях. После резкого выступления Зеленского в отношении ООН и Красного Креста Украина достигла договоренности с ООН, что та часть Херсонской области, которая находится под контролем российских войск, туда должны ступить подразделения ООН, чтобы провести эвакуацию, потому что там очень большое число жертв. Но нужно сказать, что Россия пока никак на это не реагирует. Вообще Россия, этот взрыв, эта катастрофа напоминает мне некоторые исторические события. Я историк. Я имею в виду, 18 августа 1941 года вермахт подошел вплотную к Днепрогрессу. И тогда Сталин отдал приказ из Москвы. Там было два полковника, инженерно-строительных войск, которые не подчинялись командованию и были с ним на связи, осуществить взрыв. Но они заложили взрывчатки такое огромное количество, что погибло 3000 человек. В основном военнослужащие на острове Хатисса, которых даже не предупредили. Командование собиралось отдать подсуд. Аттай сказал, что они правильно сделали. Это остановит немецкое наступление. И они были вызваны, и они были вызваны в Москву. И их судьба сложилась вполне благополучно. Что происходит теперь? Россия осуществила этот взрыв, но первое, что она эвакуировала, это технику. Потом она эвакуировала солдат из тех частей, которые считаются самыми важными. Потом остальных, но их она вообще-то не успела эвакуировать. И там довольно много погибло. Как российских солдат, так и гражданского населения. Но нужно сказать, что это метод ведения войны. Ведь в свое время, как, например, во время русско-турецкой войны, если нужно было, если во время этого боя можно было положить роту, клали батальон, с потерями не считаешь, то во время Великой Осечественной войны, где можно было положить роту, клали дивизию. Если в других армиях мира тех полководцев, которые теряют многие солдат, наказывают, в России нет. Жуков потерял более миллиона человек, штурмуя Берлину. Он хотел первый, и раньше взять Берлин. Уже ясно было, что американцы его не возьмут. Это любимый российский полководец. Это мирный ведение войны России. Он не изменился. Григорьевич, на выходных мы наблюдали конфликт между группой «Вагнер» и российской армией. Вот я сейчас как раз посмотрю фамилию этого полковника. Вы, наверное, в курсе этой ситуации. Вагнер задержал российского полковника, обвиняя его в том, что 73-я бригада расстреливала Вагнер в спину. Вагнер задержал полковника, допросил его, побил его и заставил извиниться, ну, в стиле Кадырова. И этого полковника зовут Роман Вени Виттин. Сегодня этот Роман Вени Виттин вышел с обращением, в котором заявил о том, что Вагнер заставил его извиниться, что это люди, которые творят всякие ужасы и прочее, прочее, прочее. Но сейчас пересказывать все не буду. Просто не помню, не запоминаю такую ерунду. Вот объясните мне, не попахивает ли это в принципе гражданской войной, учитывая то, что одновременно мы видим, как борются представители Рамзана Кадырова, полка Ахмад и с Пригожиным. Вы видели эту пикировку, в которой Пригожи недвусмысленно дал понять, что в случае боестолкновения естественно, Вагнер бы одержал победу в столкновении с батальоном Ахмад. Не кажется ли вам, что уже Россия находится в шаге от гражданской войны, когда власть, центральная власть теряет монополию на насилие? Ну, если учесть то, что Пригожин объезжал различные города Сибири и Урала и выступал с заявлениями о том, что нужна мобилизация миллионов, что программистам нечего вообще куда-то ездить, и они должны сидеть в России и работать, и работать на оборону, и только тогда мы победили, мне понятно, что он делал. Он запугивал население. Вообще для меня роль Пригожина, откровенно говоря, загадочна. Мы никак не можем понять, на кого он вообще работает. Раньше, без сомнения, он работал на Путина, и Путин был в нем очень заинтересован. Сейчас он, видимо, в какой-то степени становится опасен, но какие-то силы его явно и активно поддерживают, если он позволяет себе идти на конфликт со своим главным союзником Кадыровым. Без сомнения, все руководство России, военное, гражданство, прекрасно понимает. Война проиграна. Война проиграна, им это ясно. Нужно любой сыной выходить из войны. С одной стороны, взрывы Каховской ГЭС, а с другой стороны, заявление о том, что нужно заключать немедленно мир, звучат от Индонезии до Уганта. Это звучит как какой-то агентот. Уганту волнует война между Россией и Украиной. Элита бросает все какие-то средства, им нужно выйти из этой ситуации. Выход у них есть только один – отстранение Путина. отстранение Путина, скорее всего, возможно, путем войного переворота. На этой истории хотелось бы обратить внимание на этот исторический факт. Последний вагентный переворот в России осуществился в 1801 году, когда благодаря прекрасно организованному заговору военного губернатора Петербурга Фондер Палена Павел сверху престола и просто разорвать начальство ненавидящего заговорщика. Все попытки Гучкова в начале февраля при помощи генерала Крылова организации какой-то военный переворот не удались. Что теперешняя российская руководка... Это вы говорите про 17-й год. Да, это рассказ про 17-й год. Что теперешнее российское военное руководство? Как говорит тот же Пригожин, у нас 6 880 генералов, они на что не способны? Нужно образовать генералов после этого атаку? Я не знаю, я не знаю, способны они на что-либо. А что ждет Россию военное поражение без сомнения? Что может быть в России? Все что угодно. Вплоть до гражданской войны. что безумно боится Запад распада страны с самыми непредсказуемыми посредствами. Путин сделал все для чудовищной изоляции России, для чудовищного усиления НАТО, ну и для того он является в какой-то степени отцом нового, мощного поднимающегося украинского государства. Он сделал для объединения Украины больше, Ленина, которого он «Ленин Григорьевич, у меня есть такая теория, не знаю, насколько, наверное, я вот как раз своих собеседников спрашиваю, вот если вы помните, 2012 год, тогда накануне, в сентябре, произошла пересменка, рокировка, как принято считать, между Медведем и Путиным, и Путина необходимо было ну как бы придать некий новый смысл его заходу ко власти. Тогда еще не было аннексии Крыма и в общем-то было непонятно, зачем Путин возвращается в Кремль, что он еще не успел сделать, что ему нужно потентрить срок. И тогда мы помним «Уралвагонзавод», вот этих вот рабочих, некоторые из них потомканули в лету, собственно, я даже не знаю, куда подевались лидеры «Уралвагонзавода», но мы помним вот этот «Народный фронт», то есть попытка собрать электрад Владимира Путина, который отошел от Владимира Путина, радикализировался, так вот этот «Народный фронт», он в какой-то степени как пылесос собирал электрад откловшийся от Путина за эти годы для того, чтобы они проголосовали за Путина. Вот на ваш взгляд Пригожин это попытка собрать этот радикальный популистский электрад, который когда-то голосовал за Путина и за Жириновского, а теперь разочаровался, естественно, в усопшем и в ныне действующем, либо это все-таки самостоятельная игра Пригожина. я думаю, что в начале без сомнения Пригожин полностью работал на Путина. Но где-то он сейчас взорвался. Если все его чудовищные оскорбления в отношении Герасимова, в отношении других российских главных военачальников, в отношении министра обороны Шойгу, те даже не позволяют себе отвечать, он считает все больше и больше, что ему дозволено все. У него крыша явно поехала, и в обстановке того, что сейчас творится в России, в обстановке неименуемого военного поражения, ему кажется, что он способен на что-то большее, что он способен сыграть свою собственную игру. У него же были очень интересные заявления в отношении войны, что непонятно, зачем мы начали эту войну, непонятно, кого бы пытались деноцифицировать, какие там нацисты, мы в глаза не видели. Он вообще заявил Пригожин полторы недели назад, когда вы уезжали, у нас состоялся эфир о том, что Россию втравили в блуд. Что Россию втравили в блуд. Да, 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 он это говорил, и как бы он пытается вести свою собственную игру. Он делает какие-то пасы Украины, какие-то идиотские заявления, что он хочет встретиться с Зеленским, какой-то обмен премию, он и Зеленский уровень вообще. Поэтому он явно забывается, кто он такой. Он глава группы Вагнер, он военный преступник за все преступления в Сирии и в Африке. А что же они вытворяли на Украине, это вообще не сказка. Сказать не первым, что мне только с украинцами. Этот топор на голову их собственному военнопленному, который Куага, которая была заснята на пленку, показывает, что он собой представляет. Конечно, трагедия России, что мы обсуждаем такую фигуру, такую супер уголовную фигуру, как Пригожин. Хотя, с другой стороны, куда более мелкий уголовник, чем Пригожин, стоит во главе великой страны. Это ужас, такого в России никогда не было. Тем не менее, на минувших выходных мы видели, как РДК и Легион свободной России зашли в Белгородскую область. Я не обладаю информацией, остались они там или нет, но, как понимание, до сих пор там. И заняли несколько небольших поселков, город, Шебекина знаменитый, название которого произнести не могут даже на российском телевидении. И таким образом мы видим, что СВО, либо СВО, как принято говорить в России, и война, как принято говорить в Украине, она переместилась на территорию России. Вот я обратил внимание, Олег Григорьевич, на какую-то апатию в целом российского бюроприотического аппарата. Такое впечатление, что какой-то столбняк нашел на российскую власть. Вы согласны с этим, что какая-то атмосфера, как в январе 1917-го, когда вроде как государство есть, и вроде как силовики есть, и вроде аппарат насилия есть, а нет духа. Знаете, как духа, страсти, энергетики. То есть как как говорил Ленин, стена нагнилая, от нее развалится, прогнила эта стена, как вы считаете? Ну, то, что происходит в Белгородской области, вообще крайне трудно понять. И зашли довольно небольшие отряды. Там были куда более крупные силы. И они этот бой явно проиграли. Как командующий там полковник Росгвардии был убит в ходе этих боев. Почему они не бросают против них? Ну, все-таки в России достаточно много солдат, как бы они не ждали украинского наступления, уж можно было найти несколько тысяч. Мне иногда приходят в голову такие юридические мысли, что где-то они боятся бросать своих солдат именно против этих частей. Они боятся, что те не будут сражаться, а еще, не дай бог, перейдут на их сторону. Ведь по все эти опросы, что большинство российского населения поддерживают Путина частично из-за того, что они видят другую альтернативу. А вот альтернатива перед вами. Здесь свободные российские войска, которые эвалюют вполне цивилизованно, которые тщательно берегут жизни мирных жителей, которых, кстати, не бережут в том, что Бекина российское командование, которое бьет артиллерии и бомбит. Мне кажется, что здесь причина в этом. Не так много войска нужны, чтобы выводить эти части. Тем не менее, они этого не делают. А если мы еще узнаем, что какое-то количество российских солдат, которые там были, еще перешли на их сторону, или были захвачены, плен, мы всего не знаем. Тогда это будет совсем интересно. Но по всем признакам от чудовищного взрыва Каховский ГЭС до начала наступления, до тех событий, которые происходят в Белгородской области, это начало конца. Я могу только молиться, чтобы этот конец это страшной империи, страшной для Украины, страшной для самой России и страшной для всего мира наконец-то наступил. Григорьевич, в Брюсселе собиралась российская оппозиция в курсе этого собрания, на нем присутствовал Алексей Арисович. Критически многие относятся к этому собранию, я интервировал разных гостей, и они все очень скептические к тому, что происходило в Брюсселе, просто потому что люди собираются к эмиграции, которые никак никакого влияния оказать не могут, они просто как бы вышли в тираж, и они имитируют политическую работу в условиях, когда они сами по себе уже никто. Насколько вообще релевантны, насколько необходимы подобные собрания, и насколько корректны вообще аналогии российской оппозиции с оппозицией начала XX века в виде, скажем так, Ленина образца 10-х годов до 1917 года. Это был яркий публицист, абузитёр в социал-демократической партии, раскольник, но это был очень такой буйный, энергичный человек, но без малейшей перспектив войти во власть, либо получить реальный властный рычаг. и просто время дало ему возможность добиться этой власти, но до 1917 года он был по сути просто публицистом, если бы не 1917 год, мы бы, возможно, знали Ленина просто по его сочинениям. Насколько корректна аналогия, что погодите, хороните тех, кто собрался в Брюсселе, может ситуация в России изменится, и те, кто были никем, завтра останутся всем. Сам Ленин говорил в начале февраля 1917 года наше поколение никогда не увидит революцию в России. Вообще как бы эту революцию, но ее на самом деле не знали. Представители союзников, которые приезжали на военную конференцию в начале 20-х числа февраля 1917 года говорили, какая великолепная армия, как они хорошо вымуштрены. И все разговоры о том, что Россия собирается в кое-чего войду, там что-то произойдет, полная ерунда. Они уехать не успели, как началась революция. Сейчас, во-первых, без сомнения, российская оппозиция нужно объединить. То, что ее губило всегда, это чудовищный раскол. Это вообще очень свой выход из России, у которых много лет не было никакого опыта, опыта политической жизни. В свое время премьер-министр израиля Скак Шамир, он говорил представителям российской эмиграции в Израиле, почему он никого не ставит на реальное место в КНЕС, ставить нельзя. А сейчас какая-то попытка объединения. Все-таки Ходорковский это человек с очень определенной судьбой. От олигарха он пошел на Голгогу. Это человек, в распоряжении которого довольно большие финансовые средства. Его и не взгляну. У них очень в этом плане своеобразное отношение и с моей точки зрения им просто необходимо объединяться. Они должны предложить России какой-то путь, потому что в России что-либо осуществлять сейчас просто нельзя. Потому что тот режим, который был в России перед революцией в январе-феврале 1917 года, это, наверное, был рассвет свободы и демократии по сравнению с теперешним путинским режимом, который куда хуже Брежневского режима и которого уже скоро можно будет сравнить со стаинским режимом, со всем умышлением, которое там сейчас происходит. Слушайте, Илья Григорьевич, вас не смущает, что у нас вообще принято постоянно хоронить Путина. То есть даже телевидение Торонто, если знаете такой саркастический канал YouTube, который с ним в Канаде ведется, выходцами из Украины. И там мне посчитали, как-то, я помню, в прошлом году сколько раз хоронили Путина. Ну там до 30 раз. Но я не верю в эту теорию. Потом вы, наверное, слышали, как профессор Соловей сказал о том, что Путин спятил, и он в зеркалах видит чертиков, которые выходят из зеркалов. И, значит, короче, Путин сходит с ума, об этом знает его уже охрана. Ну, я в это все, естественно, не верю, я же не сумасшедший, я думаю, что вы тоже не верите, потому что вы тоже адекватный человек. Но в самом деле, а почему Путин молчит? Почему Путин не реагирует на то, что происходит в его окружении? Или он по-прежнему считает, что контролирует ситуацию? Просто складывается впечатление, что Путин действительно, а Путин как бы сам абстрагировался от происходяющего? Ну, нужно сказать, во-первых, в отношении здоровья. Путин абсолютно, тотально здоров. Его консультируют до сих пор. Лучшие врачи мира приезжают. Я знаю, как это происходит, я знаю, но это было правда довольно, но это было в 21-м году. Вызвали несколько лучших врачей мира, с какой-то путином казалось, что есть проблемы. Там была израильская очень известная врача из крупнейших мировых специалистов. Но они восходят с американскими специалистами. И взбатили бешеную сумку, что она поехала в Москву и отпустили обратно. Так что он ведет здоровый образ жизни, он абсолютно совершенно здоров. Соловей каждый раз говорит, что Путин убрет, Путин уйдет. Уже несколько лет это превратилось в анекдот, а он превратился в посмешище. Он же в Москве, по-моему, и он это говорит, он посмешище, поэтому его никто не трогает. Почему он молчал? На что его, собственно говоря, делать? Он говорит о том, что победа будет за нами. Он это все время говорит. Он пишет поздравительные открытки солдатам, которые воюют. Это показывает по плану. Ну, наверное, у него такой план, чтобы укропить несколько сот тысяч российских солдат потом в России. Я не я не знаю. Но сказать-то ему сейчас толком, особо, особо нечего. Что он может сказать? Что Россия проигрывает войну? Что начал войну совершенно неподготовленный к этому? Сказать ему нечего. Но то, что касается его здоровья, я думаю, что все в порядке. Он же недавно напрямую вопрос, как вы спите. Ну, говорит, я мало сплю. Я сплю 6-7 часов. Иногда пишет, но если 6-7 часов в нашем возрасте, хотя он младше меня на 2 года, считается мало, тогда я не знаю, что такое много. То есть у него все в порядке. Я думаю, что в отличие от меня без натворка. Он спокойно держится. Он считает, что его власть непоколебима в России. А иногда я боюсь, а может быть, он все-таки прав? Я не знаю. То есть он потерпит полное поражение. Украина освободит все свои территории, вернет даже тех украинцев, которые вывезли и прочее, прочее. А Путин остается справить с Россией. Мы не знаем, это один из вариантов. Спасибо большое, Ильин Григорьевич, за это интервью. Вам спасибо.